Соревнования «Старты надежды» проводятся в Щелкове уже больше 30 лет. Они прочно вошли в обязательную программу осенних спортивных мероприятий. Для них каждый год уточняются нормативы на 1 км для юношей и на 500 метров для девушек. Нормативы для мальчиков на 1000 метров это 3,40 тысяча, 4 минуты это четверка и 4,10 норматив на тройку. У девочек нормативы на 500 метров 2 минуты это пятерка, 2,10 четверка и 2,25 это на тройку. Дети в основном укладываются в эти нормативы и достаточно хорошо, уровень достаточно высокий в районе. Каждый год в результате жеребьевки на соревнования вызываются либо десятиклассники, либо одиннадцатиклассники. В прошлом году участвовали как раз самые старшие 17-летние школьники, а в этом выпало сдавать нормативы 16-летним. Они бегут те самые дистанции, которые когда-то преодолевали и их нынешние судьи, преподаватели физкультуры. Вот допустим я когда-то бегал этот кросс, еще учась был такой учитель физкультуры Озеров Николай Николаевич. Ну он получается у нас как бы однофамилец и нашего знаменитого комментатора я у него занимался. И вот этот же кросс ту же самую дистанцию Юрий Андреевич бежал 2 минуты 48 секунд. Помимо желания укреплять свое здоровье, мотивация на участие в кроссе у юношей и у девушек немного разная, что и следовало ожидать. Понадобится в будущем, так как пойду на военную, а там есть подготовка на высшем уровне. Ну бег развивает выносливость. Также повторюсь, что сказал Максим, тоже иду в военный институт и тоже нужен будет бег для сдачи нормативов. А вдруг надо будет убежать в экстренной ситуации. Да, не всегда же можешь дать отпор, а тут оп, умеешь бегать, можешь убежать. Итоги кросса подвели не только в личном зачете, но и в командном. В этом году первое место заняла команда Щелковского лицея номер 7, второе место школы номер 12 имени Чкалова, третье – Серковской школы. Всего же участвовало в кроссе из всех школ района более 600 юношей и девушек. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok